Краснодарская продукция будет представлена на одной из крупнейших в Германии выставки-ярмарки потребительских товаров «Аферта-2014». В эти дни Карл Сроя уже принимает делегацию Краснодара, которую возглавили мэр Владимир Ивланов и председатель городской думы Вера Галушко. С деловым визитом в город по Братим также приехали представители администрации, депутатского корпуса, директора ведущих краснодарских компаний. Встреча с руководством Карл Сроя, переговоры с представителями местного бизнес-сообщества и поиск новых партнеров для развития Краснодара по Братимске отношения выходят на новый уровень. Тему продолжит Наталья Ястребова. Карл Сроя – центр земли Баден-Вюртемберг. Уютный, экономически развитый город в самом сердце Европы. Сейчас здесь проживает 300 тысяч человек. Первые впечатления от Побратима – величие архитектуры, размеренный образ жизни и велосипеды. Это какой-то культ двухколесного транспорта. Здесь крутят педали все, невзирая на возраст и статус. Символом Карл Сроя, пожалуй, можно назвать велопарковку. Такие есть почти на каждой улице. Как и строительные работы, общая тема для братьев – реконструкция. В следующем году Карл Сроя отметит 300-летие и усиленно готовится к юбилею. Делегатам из Краснодара предстоит посещение одного из знаковых объектов этой стройки. Вообще у краснодарцев насыщенная деловая программа. По традиции она началась торжественным приемом в городской ратуши. Здесь гостей приветствовал обербургомистр Карл Сроя Франк Ментруб. Он отметил важность побратимских связей, особенно в нынешнее время, напомнив старую русскую поговорку – друг познается в беде. Я считаю, что качество дружбы проявляется именно в трудные времена. Именно в такой ситуации, как нынешняя, когда официальные отношения между нашими странами, между Германией и Россией, являются крайне напряженными. И особенно важно сохранить уже наведенные мосты и сохранить эту дружбу. И на этом фоне мы стремимся к тому, чтобы продолжить этот диалог, продолжить личные встречи и личными встречами внести наш вклад во взаимопонимание и укрепление мира. Владимир Евланов с коллегой согласился и подчеркнул, что напряженная ситуация в большой политике не разрушит дружбу, которой уже больше 20 лет. За это время реализованы совместные проекты в области медицины, образования, спорта. Среди собравшихся в ратуши руководители администрации Карл Сроя, представители общества дружбы двух городов, бизнесмены, а также краснодарские врачи, учителя и студенты, участвующие в программах по обмену опытом. Наверное, народная дипломатия – это самое крепкое, что объединяет народы, города, людей. И слава Богу, что между нами действует именно народная дипломатия на протяжении более 20 лет, скрепляя нашу дружбу. Мы сегодня стараемся, может быть, особо подчеркнуть дух взаимоуважения друг перед другом, дух созидания между теми делами, которые нас объединяют, и желание еще более крепить нашу дружбу и побратимство. Также в Карл Сроя прошла презентация экономического потенциала Краснодара в торгово-промышленной палате города. В зале представители деловых кругов, побратимы и руководители немецких компаний. Экономическое сотрудничество – это новый уровень партнерских отношений. Все больше компаний интересуются возможностями развития своего бизнеса в России. В первую очередь мы говорим о транспортном секторе, транспортной инфраструктуре и, опять-таки, управлении транспортной инфраструктурой, комбинация с информационными технологиями. То есть, компании информационных технологий, они здесь как бы зародились. В Карл Сроя здесь они представлены в самом большом масштабе. Краснодар интересен европейскому бизнесу. Одни готовы предложить технологии по очистке воды, другие – закупать сырье для производства. Мы являемся семейной компанией. Наша компания существует уже 103 года. Мы изготавливаем детали для различных областей. То есть, мы являемся, грубо говоря, кузницей. Производим детали из различной стали. Основной интерес состоит в том, что мы хотели бы приобретать в России, приобретать сталь и продавать в России уже готовый материал. Я уже дважды был в Краснодаре и нахожу его потрясающим городом. Нужно отметить, что практика общения бизнес-компаний из побратимских городов как раз сейчас получает свое развитие. Но на таком уровне в торгово-промышленной палате Карл Сроя встреча прошла впервые. Это фундамент нового этапа партнерских отношений, когда дружба и сотрудничество двух городов в сфере культуры, образования и спорта дополняются экономикой, новыми предприятиями и рабочими местами. Наталья Ястребова и Роман Недельский. Телекомпания «Краснодар-24». Карл Сроя. Германия. Продолжение следует.